Затем Здравствуйте, дорогие друзья! Думаю, не ошибусь, если скажу, что все дети любят сказки. Каждый ребенок знает, кто такие Золушка, Пиноккио, Колобок, Царевна Ликушка или, допустим, Кот в сапогах. Эти, да и многие другие герои сказок любимы и популярны во всем мире. Причем настолько, что новые сказочники нет-нет, да и вспоминают о них. Вот и сегодня я предлагаю вашему вниманию сказку, в которой тоже действует Кот в сапогах. Итак, жил-был Жак, простодушный и трудолюбивый. Работы никакой не боялся, а о доброте его в округе каждый знал. И даже говорят, коты об этом между собой мурлыкали, потому что никогда он мимо чужих несчастья не проходил и чем мог, помогал. И вот однажды... Ах ты, бедняга, под дождем, видать, бродячий. Ну ничего, у меня есть крынка молока, сейчас обсохнешь, молочка попьешь. А рыбки нет? Рыбки? Ну да. Говорящий кот? О, это не сон? Да нет, нет, это просто сказка. Ты что, никогда Кота в сапогах не читал? Читал. Ну вот, теперь можешь начинать прыгать от счастья, хлопать в ладоши, только не забудь молока-то налить, а? А, хорошо. А почему я должен прыгать от счастья и хлопать в ладоши? Как почему? Тебе же повезло. Правда, вот, сапоги-то уже сносились, но я и без них справлюсь. Так, я твою жизнь устраивать буду. Да я вроде как и сам... Хорошее молоко, неразбавленное. Это мне одна добрая хозяйка дала. Ей печную трубу переложил, а она мне, вон, целую крынку молока дала, парнова. Всего? Одну крынку? За целую трубу? Безобразие! Тебя обманули. Тебе недоплатили. Да чем же ей платить? Она и так еле-еле концы с концами сводит. Я так и думал. Тебе без меня, ну, никак не обойтись. Так, скажи, чего тебе хочется, а? Мне? Мне по душе на мельнице работать. Представляешь, как здорово! Мука бела, и мельник бел, и вся его семья. Когда на мельни много дел, бела трай-ла-ла-ла. Ну, ты, Жак, и простак! Ну, зачем? Ну, зачем тебе мельница, а? Тебе надо на принцессе какой-нибудь жениться. Вот это я понимаю, вот это дело. Лежишь на печи, ешь сметанку. Красота! Хм, жениться на принцессе? Ну, да. Хм, можно и на принцессе. Только главное, чтобы у нее было доброе сердце, хороший нрав и любовь к труду. И богатство! Это как раз-таки не самое главное. Что? Да, трудный случай ничего. Я все устрою. Исхитрюсь, изловчусь, всех обману, но на принцессе тебя женю. Ну, а сам, сам устроюсь на королевскую кухню. Смешной ты. Эх, теперь главное, чтобы король какой-нибудь подвернулся. О, а вот ты король. Ха-ха-ха-ха-ха! Так, оп, очень кстати. Так, и запомни, ты никакой нежак. Ты маркиз де Карабас. Ты сказочно богат. Ну, в общем, ври на пропалую. Что ты такое говоришь? Угу. И главное, слушай меня и ни о чем не думай. Безобразие! Без... безобразие! Никому верить нельзя! Никому верить нельзя! Говорят, на мою карету поставили новую ось. Десять золотых. А на хрясе сломалась. Жулики! Жулики! Ты кто такой? Говори поскорее, не задерживай добрых и честных людей. Я... Ну-ну-ну-ну-ну, ну, Маркис, ну-ка, Ра, ну Я Жак Послушай, Жак, ты можешь мою карету отремонтировать? Карету? Ну, я постараюсь Постараюсь Сколько за ремонт возьмешь? Ну, проси, проси, полцарства, полцарства, ну Да нисколько, Ваше Величество, разве за помощь деньги берут? Ну, так, тогда это, пожалуйста, сделай поскорее Хорошо, Ваше Величество Слушай, а хороший парень этот, Жак? Да простофиля, настоящий простофиля А, кстати, Ваше Величество, вам коты на кухне не нужны? Нет, не нужны Говорящие? Ты знаешь, когда эти коты устраиваются на работу, они все пушистые, говорящие, а потом... нет Жалко, жалко А может тогда вот молочка? Давай Ты мне про хозяина своего расскажи А то ведь я дочке, держи, жениха хорошего ищу А во дворце нет, 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 там же все лентяи, карьеристы, да жулики Видел, как мою карету отремонтировали? Да ну, какой из него жених для принцессы, Ваше Величество? Смехота! Смехота! Никчемный человек! Хитрить не умеет, врать тоже не умеет Работает, 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 постоянно что-то делает, постоянно чем-то занимается Так моя дочка точно такая же Я же ее в деревне воспитывал Подальше от этих, знаешь, интриг, соблазнов Она у меня рукодельница А мой-то, мой-то Еще и добрый, ну просто жуть У кого хотите, спросите? Вот точно моя дочка! Богатство, видите ли, ему не надо Хочет мельником быть, а? Все, ну, в королевище рвутся, в крайнем случае в маркизы А этот, нет, мельником хочу быть Да что ты такое говоришь-то? Похоже, мне такое и нужно Дочка-то моя в деревне, все время на мельницу бегала Ну, там, помочь чем-нибудь еще там Сочувствую, Ваше Величество, ну что? Еще молочка? Давай Значит, хороший парень, говоришь, Жак Ой, спасибо, Ваше Величество Слышь? Да Надо его с моей дочуркой познакомить Глядишь, ей понравится друг другу А там и свадебка Я им, я им мельницу подарю Ага, только как его? Ко мне во дворец-то заманить Могу помочь Готово, Ваше Величество Уже? Угу Уговоришь его со мной поехать И тебе место во дворце найдется По лапам То есть, по рукам, Ваше Величество Ага Молодец ты Да, ничего особенного, Ваше Величество Ну, спасибо тебе, Жак Поеду я Хозяин, ты бы проводил бы гостя-то, а? Обязательно И говорят, в том королевстве вскоре и свадьба была И король сдержал свое обещание Устроил кота на кухню А рыбки нет А молодым подарил мельницу Вот такая сказка, мои дорогие Остается только напомнить Трудолюбивые, честные и добрые Рано или поздно Вознаграждаются и благополучием И заслуженным уважением И поверьте, не только в сказках Но главная награда для таких людей Чистая совесть Которую ни хитрецам Ни обманщикам Никакими хитростями и обманами не получить А без чистой совести Не бывают ни счастья Ни настоящей радости До новых встреч, мои дорогие мальчики и девочки Ангела вам всем хранителя Субтитры создавал DimaTorzok